Девушки отдыхают Ничего нового уже для меня нет Как вот не странно Но татарская деревня породила всех вот великих Которых мы знаем Христоматик, политик, писателей Да и композиторов И театральных деятелей, артистов Ляскарка, Малсайдаша, Тукай Все они вот вышли из деревни Я привык к этому То есть меня узнают и говорят А, это сын Сиват Хакима Ну вроде как бы узнают уже Ну я и так в общем-то мелькаю постоянно Можно сказать чуть ли не каждый день Но тем не менее все равно отмечает это Сиват Малайя Порядок, тишина Да, уважение К творчеству отца Потому что он каждый день Каждый божий день В одно и то же время Шел на прогулку Потом садился за стол И как только он садился за письменный стол К нему приходило вдохновение Вот в это время должна быть тишина Полная, телефон отключался Так что, ну когда мы еще Ну в самом раннем детстве Еще квартиры толком не было Вот кабинет у него так непонятный был Он просто уходил в лес Там у него был пенек И там он писал Так что, когда сегодня говорят Надо условия и так далее Я вспоминаю, как отец на пеньке Писал эти поэмы Песня на пеньке Песня на пеньке Семья, как бы там растешь, когда слышишь Все разговоры Все разговоры Я среди писателей рос И на даче На любяжем там тоже кругом писатель Гумер Баширов, Хасан Туфан, Ави Давли Так что это все время Вот в этой среде И я все эти разговоры слышал О республике Вот ущемленный статус все время Это без конца об этом Так что это я впитал Поэтому для меня было Как бы естественно Там я в 89-м или 86-м Написал статью Татарии Статус союзной республики Ну, знаете, эти перестроечные годы Я участвовал в подготовке проекта Декларации о государственном суверенитете Вот Тогда меня Сабиров звал к себе В кабинет министров Он хотел даже под меня сделать комитет по науке По науке и образованию Вот И когда я заявление написал Повезли до визирования Шаймиева Он сказал Он мне самому нужен И так я оказался советником Кто такой советник? Начнем с этого Никакой инструкции Чем заниматься? Что заниматься? Там ясно было даже Кто такой президент? Все это пошло По нарастающей Декларации о суверенитете Трактовка суверенитета Что такое? Потому что Обычно его понимают Как вот Или этнический суверенитет Как там Прибалты Понимают Как полная независимость Но нас не устраивало Ни то, ни другое Значит нужна была формула Этого суверенитета Затем договор Когда пошел Первый проект И писал я Он стал сходом авторитета Я это Своими глазами Увидел Когда Курултай Так назывался Татарского общественного центра Собрались А он член ТОСа Ну я так же сидел В президиуме Я был приглашен Когда Он зашел в зал Перед началом Курултая Такое было Сильное оживление зала Я даже до конца не понимал Такое сильное оживление зала Я вижу Значит Такое Одобрительное Я на этом Курултай выступил Очень ярко Митинги бесконечные Там пресса Вся там была заполнена Спорами, дискуссиями И сейчас тишина Да А тогда-то это все бурлило На улице бурлило Это Надо было в коллективы идти На самые тяжелые участки Меня посылали обычно Вот там в Челны Там в зале Биомасса Да там Эти коммунисты Эти демократы Эти националисты Там Ну вот это И все спорят И тебе претензии У всех есть У всех есть претензии Это ранние болгары Фактически Ранние болгары Интерес Ну у меня был Как бы Как у всякого Интеллигентного человека Да Там Интерес к своей истории И к русской истории Но Это появилось Совершенно неожиданно Для меня Там дело В том Что в Академии наук Начались разборки Там Одна группа С другой Воевала Даже судились Газеты были Переполнены Вот этой перепалкой В общем Не знали Что делать С Академией наук И Решили И Али Разделить на два И выделить Институт истории Ну я Эту идею Всегда поддерживал Так Морально Вот И вот Однажды Президент Академии наук Он был у Шамиева И Шамиев Пригласил И говорит Вот такая идея Есть создатель Институт истории Как ты думаешь Я говорю Очень правильно И кандидатура Есть Вот я назвал Академик Очень опытный То-се Говорит Нет, ты пойдешь Здесь в разных камерах Сидели разные люди Вот тут Вот тоже кабинеты Просто А здесь вот Ленин Сидел Недолго Правда? Три дня что ли? Но сейчас же Сейчас сидит зал Я конечно хотел В той камере Чтобы здесь сидел Ленин и Хакимов Но там нет приемной Поэтому пришлось Заметь место Петра Главное там стояла еще задача Такая Написать правду О татарах Это звучало В прессе На съездах Всемирного конгресса Татар Дайте нам Правильную историю Ну это довольно жестко звучало И органы власти тоже Что надо нам писать Наконец правду о татарах Вот И мы решили Что надо Семитомную историю Такую уже сквозную С самых древних времен И на это ушло 15 лет Я ставил вопрос Я говорю Давайте Подумайте-ка Давайте-ка соберемся Нам же надо Определиться Происхождением татар Значит Посмотреть С точки зрения Значит Разных идеологий Разных толкований На историю нашего народа Такое стремление было И У меня лично Это тоже Никогда не отходило Надо было К этому идти Мы не могли Договориться Почему? Потому что За все годы Создана целая школа Хорошая школа Историков У каждого стоят Такие Значит Опытные Авторитетные Руководители Это направление Сколько диссертаций Защищено Ну У каждой школы Есть свое видение И вот Впервые удалось Это одолел И довольно-таки Я должен сказать Что благодаря Кропотливому труду Мы более спокойно Институт Моржани Институт Моржани Это достижение И не меньше Мы очень Примерно Представляли Что такое Золотая Орда А это Мощное государство Без этого Историю Не только Татар России Нельзя понять Да и Восточной Европы Самый древний период Оказался Совсем Сложным То есть Были Труды И источники Переведенные Скажем Бичурином Радловым Бардальтом Особенно Бичурин Китайские Источники Переводил О татарах Самая Ранняя История Откуда Собственно Ну мы Так примерно Знаем От гуннов Да Это Неоспоримо Что до этого Было Трудно Сказать Скифы Были Здесь Не были Какое Отношение К нам Имеют Скорее Всего Они конечно Здесь Жили Потому что Когда Пришли Гунны Они Увидели Тут Родственников На Волге Когда Пришли Тюрки С Истемикаганом Да Это Уже 557 год Они Тоже Обнаружили Родственников Ну то есть Они Уже Здесь Жили До Гуннов Тюрки Жили Вот Ведь Как Мы Не Знаем Кто И Как И Тюрки 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 личность, то есть потеря идентичности, ну, кстати, это не только у татар, ну, тут глобализация сказывается, и на русских это сказывается, и русский язык, он стал мусорный какой-то, это уже просто, мне очень трудно его слушать, да, журналисты пишут коряво, не только с ошибками, но вообще там стиль не чувствуют, да, все это, я-то русский язык учил по рассказам Тургенева, вот, Чехова. Мы хотели так, как мы понимаем все это, мы это пережили, мы это впитали, да, это дало какие-то результаты, успехи, мы хотели это перенести для молодежи, но молодежь уже живет в другом мире, нельзя сказать, что он хуже или лучше, это другой мир, и нужно к этому относиться с пониманием, что наша эпоха закончилась. Ну, Рафаэль, конечно, он у нас вообще главный, и в жизни, и в семье, так что все, все от Рафаэля, все в его руках, он у нас мастер, а я муза, у него руки золотые, он все умеет, и вот палку воткнет, она расцветет, он садовник от Бога. Ну, и не только садовник, он по дому все делает, он и столярку, и плотничать, ну, и электрику, естественно, поскольку он радиофизик, а так он... Вот у нас дома очень красивая лестница винтовая, хотели заказать фирму, он ездил, что-то там какие-то сроки, через два месяца, через три. Я говорю, Раф, ты же сам умеешь, сделаем хотя бы времени. Ну, вот он взял кусок старой доски, сделал, я сказала, все, не трогать, не нужны никакие фирмы. Потрясающая лестница. И сейчас бывает обидно за него, конечно, потому что хочется, чтобы вокруг него поле, пространство было комфортное, чтобы все, что он хочет и делает, ну, шло ладно, чтобы не было никаких препятствий, чтобы не было несправедливости. А как жизнь без несправедливости? Она ведь соткана из всего, и справедливости, и несправедливости, и ее больше. Вот на преодолении, наверное, собственно, и строится жизнь. Мне это тяжело вспоминать, поскольку у нас дочь погибла. Вот когда она была жива, это были самые счастливые годы. Она и петь любила, и танцевать. И так же, как Раф, вот за что не возьмется, у нее все получалось. Она делала все с удовольствием. Она любила людей, любила жизнь. На многих языках говорила с удовольствием. По-русски, по-татарски, по-русски, по-узбекски свободно. Английский с детства, естественно, мы ей давали. Она его тоже, вот, поскольку, когда знаешь два-три языка, остальные идут быстрее. Ну, и для Раф она была отрада, потому что у нее было полное взаимопонимание. Я помню, охали соседи. Как можно, ей пять месяцев только поспела малина и смородина. Он с куста, и, значит, она у него на руках, но ей пять месяцев. Он, значит, она смотрит, он ест, открывает рот, он ей засыпает. Соседка, о, мавлюда, что делает Рафаисим Гадыч? Их же надо кипятком обдавать. Я говорю, нет, папа знает. Он говорит, у витаминки Домбрачева. И вот он прям с куста ее пятимесячные лесными этими ягодами кормил, и ничего, здоровенькое. Она вообще не болела у нас, вообще. Мы же были как бы единоцелые там. Вот этой части нет теперь. Поэтому вот ее портреты здесь везде, чтобы, куда я не поверну голову, я должен ее видеть. И меня, наверное, спасло вот то, что я за него переживала. Я думала, вот как бы он не ушел вслед за камином. Он очень тяжело переживал, а мне это придано. Я вот здесь на Атшибе дома. Здесь тишина, но бывает, что здесь машины иногда. Ну, здесь у нас редко машины бывают, так что. А с утра тем более. Все равно. У меня самое плодотворное время, это вот с 4 где-то до 8-9. Вот. Это лучшее время. Редактор субтитров А.Семкин